В Екатеринбурге, как мы видим, растет активность граждан. Жители города все чаще выдвигают инициативы проведения местного референдума, публично обсуждают различные общественно значимые проблемы. С момента утверждения положения в 2006 году изменения в него вносились трижды, но эти изменения в основном носили технический характер. Представленный вам проект решения предполагает следующие основные изменения. Во-первых, опрос может проводиться не только по месту жительства, как сейчас указано, но и в специальных пунктах проведения опроса. По квартирный обход он оптимален для локальных опросов в пределах улицы, микрорайона, но для общегородского опроса удобнее опрос референдумного типа на так называемых участках для голосования. Второе. Думе предоставляется свобода в определении формы опросного листа. Обязательными остаются только базовые моменты, которые в законодательстве предусмотрены. Текст вопроса, место для воли и изъявления, разъяснение порядка заполнения. Третье. При назначении опроса Дума может оговорить, что списки участников опроса, а фактически это списки избирателей, заранее не составляются. Это и будет исключать, позволит исключить риски, связанные с оборотом персональных данных граждан при подготовке опроса. Ну и кроме того, проект содержит ряд технических корректировок, направленных на унификацию понятий, терминов, используемых в положении. Новые нормовые положения не потребуют дополнительных расходов бюджета муниципального образования, равно как и внесение изменений в какие-то иные муниципальные правовые акты. Слушайте, а когда в последний раз проводился опрос с полного, вот такой вот, и сколько их вообще проводилось? Общегородского опроса у нас не проводилось. Общегородского ни разу. У нас был опрос по переименованию улицы Технологической, улицу профессора Алексеева, это год сейчас не вспомню, потом переименование улицы Царской, и когда мы упраздняли населенные пункты, вот 11 пунктов, там тоже проводили опросы вокальные, но общегородского не было. Все мы сегодня понимаем, что данные изменения вносятся как формирование правовой базы для проведения опроса по строительству храма, и так как этот вопрос очень такой щепетильный, вопрос, который не сходит с повестки дня города Екатеринбурга достаточно длительное время, мне очень не хотелось бы, чтобы мы снова наступили на те же самые грабли, которые уже пришлось наступить. Я думаю, что многие активные граждане хотели бы поучаствовать в рассуждении этого документа. Думаю, что сегодня принимать решение рано, думаю, что нужно широко обсудить этот документ, и если мы отложим его на две недели, на месяц, я думаю, что ничего не случится. Технические изменения, которые мы сейчас выносим, но этот опрос все равно будет непригоден для таких вот больших городских, общегородских резонансных тем. То есть в нем опять же как-то там очень скупо все с легитимностью, не учреждено общественное мнение, и давайте все отдадим опять на откуп Думы. Ну, у нас Дума принимала решение по переводу земли, в принципе. Ну, сейчас примет решение по проведению вопроса, как он будет выглядеть, и чего. Мы видим, что у нас не всегда мнение Думы совпадает с мнениями жителей. Оно не может совпадать всегда. Вам не нравится? Сдайте мандат. Что значит не нравится сдать мандат? Почему тут не нравится сдать мандат? Вы что-то постоянно думу критикуете, зачем сюда пришли? Я не критикую Думу. Где сейчас была критика? То, что ваше мнение не совпадает с мнениями жителей, это не критика. Это не моего мнения, это иступника. Да, ради бога, проработала и хорошо. Проработала и хорошо. Она также проработала вопрос по переводу земли. И что мы сейчас получили? И что вы получили? И что мы получили? Мы получили участие сступников в массовом беспорядке. И что? Там один сступников участвовал, вы сами сказали, массовый беспорядок. Давайте не будем переводить в другое русло. Я не о том хотел сказать, на самом деле. Если это действительно волнующая горожан тема, но вот этим опросникам мы ничего не решим. Это нет смысла никакого. Поэтому я поддержу коллегу Сергея, я тоже не буду голосовать. Мы сами сейчас с вами вольны определять форму опроса. Мы понимаем, что вот есть такой опрос по квартирному обходу с агитацией. Есть опрос общегородской, анонимный, референдумного типа. Можно проводить интернет-опросы. Мы сами сегодня можем определить эту форму. И нынешние изменения это позволяют сделать просто на вопрос. Дума. Дума. Дума, совершенно верно. То есть мы сами можем это определить. Мы можем сами предусмотреть различные формы контроля за тем, как будет проходить этот опрос. Мы можем определить видеонаблюдение. Да, я им просить. Мы можем говорить о том, что будут наблюдатели с разных сторон, заинтересованных сторон. Это все зависит от нас. То есть мы делаем шаг из тупика, в который нас загнало положение 2006 года. Просто делаем шаг. Давайте мы не будем голосовать против расширения наших же полномочий, наших же возможностей. Я не понимаю, почему у нас многие коллеги против, многие коллеги закрываются в нас мнением граждан, что граждан никто не спросил, но кто будет задать вопрос. Мы-то здесь что. Если мы каждый раз будем спрашивать общественников, будем спрашивать каждого гражданина, давайте проводить народные вещи, собираться на площади, выходить с микрофоном и спрашивать, как мы будем голосовать, как мы делаем. Зачем тогда вообще вопрос, скажите? Так, идите в средневековье, вас туда... Зачем тогда вопрос? Давайте как депутаты, как представители мнения граждан решать эти вопросы сами. Вот и все. Потом получим опять волнение в городе. Уважаемый коллеги, голосуй, кто за коммунистом? Я не могу дать в обиду правительство и губернатора Свердловской области. Губернатор с нами. Ты за коммунистов, что ли? Я не за коммунистов. Я еще раз говорю, не могу обиду дать правительству Свердловскому. Да правительство обиду правительства за коммунистов. Если мы будем раздать, то вы согласовываете. 27 за.